всем привет это канал i like pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем что нужно знать тем кто хочет завести йоркширского терьера милые и безумно привлекательные йорки покорили сердца многих людей но прежде чем завести себя такого питомца нужно знать обо всех нюансах содержания и характера пить йорк должен стать полноценным членом вашей семьи ирширские терьеры обладают красивой шерстью и даже если ваш питомец не будет участвовать в выставках то уход за его шерстью необходим постоянный купаться собаки привыкают с раннего возраста маленьких щенков купают раз 14 дней в возрасте полугода частоту купания увеличивают до 3 раз в месяц во время купания используют шампунь и разведенный с водой кондиционер для волос вся банная линейка должна быть специальной для шерсти йорков после купания собаку оборачивают в полотенце и не вытирают а лишь промакивают удаляя остатки влаги йоркширского терьера вычесывают прямой расческой сушит веном используя теплый воздух вне зависимости от купания ежедневный уход включает в себя расчесывание йорков расчесывают каждый день игривый йорк легко найдет общий язык самыми маленькими членами семьи и будет охотно принимать участие в их забавах хотя если у вас совсем малыши такую собаку лучше не брать пока дети не подрастут ребенок может просто не рассчитать свои силы во время игры и по неосторожности травмировать довольно хрупкого пса или причинить ему боль пытаясь обнять и погладить полностью доверять детям воспитание питомца тоже не стоит хотя из любого правила есть исключение без определенной доли строгости и настойчивости пёс может вырасти просто неуправляемым у этой породы есть предрасположенность к некоторым заболеваниям например вывих коленной чашечки что приводит к хромоте и невозможности наступать на лапу при ходьбе также йорки могут страдать проблем с мочилполовой системой зубами а также от кожных сердечных и простудных заболеваний но это совсем не значит что у каждого пса обязательно будут все перечисленные проблемы со здоровьем но при любых непонятных симптомах и даже изменения в привычном поведении лучше сразу обратиться в ветеринарную клинику делая выбор стоит проверить регистрационный знак питомника и документы на родители щенка а также посмотреть в каких условиях он рос особенно важно это при покупке потенциального участника выставок о других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте подписывайтесь читайте и смотрите нас мы представлены в соцсетях